МОСТОСТРОЙ Дальше ремонта не было сделано. И в этом году мы планируем провести проектные изыскательские работы. То есть сейчас вот эти 850 тысяч рублей как раз выделяются на подготовку проектно-сметной документации по этому микрорайону. И я считаю, что начало положено. И с уверенностью могу сказать, что в дальнейшем этот ремонт, эта газификация микрорайона будет проведена. Также на заседании комитета рассмотрелся вопрос по строительству детского сада, детского дошкольного учреждения в микрорайоне Снавица-Веризина. По делению 250 тысяч рублей на корректировку проекта. Потому что предполагается использовать проект, который уже был в работе, опробован по микрорайону Кумунар. Там уже детский сад возведен. Поэтому берем тоже проект, который уже нами использован, и немного его корректируем. Вот как раз для корректировки, для получения положительного заключения нам требуется как раз 250 тысяч. Вот они решением комитета будут выделены. Ну и естественно потом будет принято решение Совета народных депутатов. Также на заседании комитета выступил заместитель главы администрации Литвинкин Сергей Викторович с вопросом по выделению средств, по выделению софинансирования для расселения аварийного и ветхого жилого фонда. Постановлением администрации Владимирской области были выделены 14 миллионов 250 тысяч на проведение вот этих работ по расселению аварийного жилого фонда. На что потребовалось софинансирование городского бюджета. Постановлением Владимирской областной администрации было выделено 14 миллионов рублей на проведение вот этих работ. Потребовалось софинансирование города Владимира и были выделены средства в размере 3,5 миллионов как раз на реализацию программы переселения из аварийного и ветхого жилого фонда. Ну и естественно депутаты города приняли с энтузиазмом решение этого вопроса. В 2018 году планируется расселить улицы Подбельского, дом 23, в микрорайоне Оргтрут, улица Молодежная, улица Муромская. То есть все депутаты приняли этот вопрос и решение этого вопроса с определенным энтузиазмом. Потому что продолжение этой программы, конечно, оно приветствуется. В любом регионе есть еще достаточное количество аварийного жилого фонда, который, естественно, требует расселения. На заседании Комитета по бюджетной и налоговой политике прозвучал вопрос, который докладывала Елена Сергеевна Малек. Вопрос о строительстве и о замене детских прогулочных ферранд. Действительно, вопрос уже давно требовал своего решения. И вот, наконец, было представлено на рассмотрение депутатов вопрос о выделении 7,5 миллионов рублей для проведения таких работ по замене, по строительству, по покупке, возможно, веранд. Которые будут отвечать всем современным требованиям. Потому что все мы видим, что те деревянные сооружения, которые уже не одно десятилетие стоят на участках наших детских дошкольных учреждений, они ветшают, они теряют свою окраску. А сейчас требуются действительно вот такие веселые, яркие сооружения, которые бы и ребятам были привлекательны. И все-таки они носили свою нагрузку обеспечить детей защитой от дождя, от снега, от солнечных каких-то лучей. Да и вообще для того, чтобы проводить там определенные занятия, которые требуются по подготовке детей уже к школьному периоду. Вот считаю, что этот вопрос действительно такой позитивный. И все депутаты проголосовали единогласно за решение о выделении 7,5 миллионов рублей. Субтитры создавал DimaTorzok